Четыре месяца на разработку проекта, полтора года на восстановление. Так постановил суд. На днях Алтая Хронкультура выиграла процесс у нынешних владельцев сгоревшего почти два года назад здания. Мы связались с одним из них. Он считает, что сроки нереальные. По крайней мере до тех пор, пока все собственники не договорятся о сотрудничестве. Сам он выбрал единственно возможный, по его словам, способ договориться через суд. Включение одного из учредителей будет в требованиях, потому что не предпринимают мер для восстановления. Укрывают там активы общества, которые можно использовать для восстановления объекта культурного наследия. По мнению специалистов, сколько будет стоить проекты самовосстановления, сказать сложно. В любом случае, речь о миллионах рублей. Зато восстановить внешний облик этого памятника деревянного зодчества, включая причудливую резьбу, будет несложно, считают архитекторы. Специалисты говорят, конторе купца Морозова повезло, в отличие от многих других исторических зданий города Барнаула, которые исчезли без следа. Это здание множество раз фотографировали, рисовали, даже обмеряли. А потому есть все шансы возродить его, словно феникса из пепла. Несмотря на существенные вложения, при правильном подходе они могут отбиться и даже принести прибыль. В этом уверен Анатолий Овчинников, который приспосабливает исторические здания под современные бизнес-решения. Рядом парк центрального района, то есть люди гуляют с семьями, отдыхают. Там напрашивается либо какое-то семейное заведение, но вот у нас нету кафе-мороженого буквально, но вот просто в принципе. То есть я в Европе везде смотрел концепцию. Заходишь, кушаешь мороженое с детьми, отдыхаешь, чай, кофе, пошел дальше гулять. Либо хорошая кофейня-кондитерская. Он обратил внимание и на то, что исторический центр постепенно обрастает жилыми домами. Совсем скоро здесь понадобятся разного рода семейные учебные центры. То, что обычно размещают в спальных районах. В любом случае, уверен он, у исторического центра Барнаула огромные бизнес-возможности. Главное, не бояться рисковать. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком. День с толком.